Дура лекс, сэд лекс. Так гласит известная поговорка в Древнем Риме, закон суров, но это закон. В 2023 году в Конституционный суд поступило 5282 обращения, из которых 5272 поступили от граждан, 10 от государственных органов и должностных лиц. 94,4% от всех обращений возвращены гражданам. При этом им разъяснили причины возврата и указали их право на повторное обращение. По 115 обращениям граждане обжаловали основание возврата. В 28% случаев судей поставили вопрос о проверке конституционности нормативных правовых актов. Все другие обращения не касались компетенции Конституционного суда. Вот такие вот интересные данные и статистика за 2023 год. Ну а мы продолжаем говорить на тему верховенства закона и что именно с верховенства этого закона начинается любое цивилизованное государство и государство, которое как раз таки имеет все шансы на развитие. Эту тему мы продолжим обсуждать с нашей гостью. У нас в гостях уже находится спикер, это директор Института конституционных исследований университета МНЮ Индира Убакирова. Индира Ураловна, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Спасибо большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в программу. Я знаю, что вы были одним из членов рабочей группы, которые занимались вопросами внесения поправок в нашу Конституцию, в наши законы, в ретировки и так далее. Расскажите чуть подробнее вот об этой работе. На каких законах в первую очередь и на какие основные приоритеты были сделаны акценты в этом изменении и почему именно на них? Ну, прежде всего, многие акценты, они были ориентированы на тот идейный потенциал, который содержался в послании президента мартовском 22-го года. И мы, как члены рабочей группы, прежде всего, брали за основу те направления, те ориентации, которые поставил как первоочередными задачами наш глава государства. Если как-то попытаться это высказать в нескольких словах, основной замысел внесения поправок в Конституцию, можно сказать, что это установление новой модели взаимоотношений власти и общества. И уже из этой модели вытекает все остальное. Это усиление правозащитной функции, это переход от суперпрезидентской к президентской республике, это ряд иных новшеств, которые усиливали демократическую направленность нашей политической системы, ее развитие. Это то, что могло дать импульс на всех уровнях произвести ту политическую модернизацию, которая бы обеспечивала, скажем так, благосостояние и государства, и общества. Индия Ураловна, ну вообще, принято считать о том, что Конституция главный документ любой страны, и часто мы слышим вот такие вот тезисы о том, что это неприкосновенный документ. Вот все-таки, на ваш взгляд, что такого в нашей стране происходит в плане, допустим, может быть, модернизации нашего сознания, гражданского общества, почему все-таки вот именно сейчас назрел период, когда какие-то определенные важные корректировки в Конституцию необходимо вносить? Да, вот вы затронули вопрос такой, как стабильность, конституционная стабильность, стабильность Конституции, но надо сказать, что Конституция это все-таки не тот документ, который мы можем смотреть только с консервативных позиций. Мы живем с вами в такое время, когда жизнь очень быстро меняется, соответственно, ставятся новые задачи, новые цели, и вовремя сориентироваться и задать им импульс, это тоже такая вот необходимость для того, чтобы соответствовать и ожиданиям, и потребностям общества. И веянием времени мы живем в таком глобализирующемся мире, где буквально ежемесячно возникают какие-то новые технологии, новые задачи, и тоже давать своевременный ответ на эти вызовы, это такая необходимость, которая порой иногда диктует необходимость и проведения конституционной реформы. Но вот именно конституционная реформа 1922 года, она была тесно связана в целом со сменой власти в нашей стране, поскольку они начались еще с 1919 года, и многие направления были, в принципе, заданы. Вот иногда у своих коллег читаешь о том, что Кантар, он являлся причиной. На мой взгляд, все-таки это Кантар, он ускорил, да. Ну вообще в целом, то есть можно говорить о том, что сознание нашего общества, да, это же как бы такая не какая-то закоренелая, там, не знаю, метонная стена, это же та вещь, которая как живой организм постоянно модернизируется, мы меняемся, меняется наше сознание, меняются наши потребности, наши ожидания, уровень свобод, который мы хотим получать, меняется. Я правильно понимаю, да? Абсолютно верно. То есть ценностная структура, ценностная иерархия, она должна меняться, она должна соответствовать веяниям эпохи. И я вот просто хотела завершить мысль, что все-таки Кантар, это скорее предпосылки были ранее затронуты, а Кантар это как продолжение уже было, послужило тому, что это просто все ускорилось в значительных масштабах. Вот когда мы сейчас говорим, что вот эти корректировки внесены, ну, первый момент, насколько, ну, назовем ее модернизация, изменения, определенная доработка, да, наших неких, может быть, законов, насколько мы можем считать, что этот процесс уже завершен? Либо нам стоит, опять-таки, ждать, что со временем еще какие-то будут добавления, изменения? Нет, ну, насчет кондиционной именно реформы, глава государства однозначно сказал, что мы пока вот ставим точку на определенный этап, потому что там такие задачи заявлены и уже заложены такие необходимые направления, над которыми еще предстоит работать, их надо еще завершить. И в этом плане здесь разумная стабильность должна быть. И что касается именно изменений по праву Конституции, здесь однозначно было сказано о том, что они не будут, и вот статья 91, она будет соблюдаться о наших основополагающих принципах, да, функционирования нашего государства. Что касается в целом развития вот ценностей, развития нашей политической, правовой культуры и вообще общей направленности на модернизацию всех сторон нашей жизни, это задача, которая может теперь уже выполняться без каких-то качественных внесения поправок в Конституцию. То есть она, вот та кондиционная реформа, которая была заложена, она уже закладывает основу для того, чтобы мы дальше вот эти идеи могли переводить в практическую плоскость. Давайте сейчас еще к нашему разговору подключим еще одного эксперта. У нас на видеозвонке находится еще коллега наш, Виталий Хан, профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Виталий Вячеславович, добрый вечер, вы нас слышите, да? Добрый вечер, да, я вас слышу. Ну, вы слышите то, о чем мы говорим, да, обсуждая моменты. Ну, опять-таки, да, вот хочется затронуть один такой тезис, да, часто мы его используем. Незнание закона не освобождает от ответственности, да, мы говорим. На ваш взгляд все-таки, как глобально, как системно, как структурно бороться вот у нас в обществе с таким понятием, как правовой нигилизм? Вы знаете, правовой нигилизм это достаточно сложная тема, вы затрагиваете, вы берете разные параметры, но, значит, с правовым нигилизмом нужно бороться через повышение правовой культуры. Это и правовое образование, это и развитие правовой науки, которая на сегодняшний день у нас, к сожалению, в государстве страдает. Это один аспект. Второй аспект, это, конечно же, привлечение лиц к ответственности и жесткое соблюдение закона, который действует на территории Республики Казахстан у нас, без всяких отклонений, без всяких, так сказать, каких-то лояльностей по отношению к отдельным гражданам и так далее. Потому что мы с вами как раз являемся свидетелями современности, когда некоторые граждане у нас не отбыли до конца наказания и вновь совершают какие-то преступления, уголовные правонарушения. Это вот два основных направления, конечно, противодействия с нигилизмом. Первое, это соблюдение закона, формальное соблюдение закона и его наполнение содержанием. То есть закон сам формально по себе, он не решает существенно проблему, поскольку закон требует индивидуального применения каждому отдельному случаю. И если каждому отдельному случаю закон будет применяться правильно, то тогда достигается то понятие, которому все с вами, ну, к которому стремятся и общество, и юристы, такое понятие, как справедливость. То есть справедливое решение как раз снимает проблему того, чтобы люди уважали закон, либо его им пренебрегали. Виталий, я хотел бы задать такой вопрос, потому что непосредственно это по вашему профилю, по вашей специализации. Подготовка кадров, подготовка будущих прокуроров, те как раз-таки, чья есть функция вершить закон, следить за его соблюдением и так далее. Ведь главная проблема у нас в обществе заключается часто в том, что люди либо не доверяют, либо боятся правоохранительные органы. И это, опять-таки, проблема, которая скопилась за много-много лет. Вот как здесь бороться, как в первую очередь бороться здесь с таким правовым нигилизмом, может быть, даже некомпетентностью, некомпетентностью самих сотрудников правоохранительных органов? Я говорю сейчас в целом. И про прокуратуру, и про правоохранительные органы, и про судейский корпус, и так далее, и так далее. Что здесь делать? Как вот нам эту проблему решать? Я бы добавил туда еще и адвокатский корпус. Да, совершенно верно. Я думаю, что нужно провести определенную ревизию кадровую и, наверное, отдельных людей даже запретить им заниматься деятельностью, например, тоже адвокатской деятельностью и так далее. Поскольку анализ практики адвокатуры, проведенную мной, он показывает, что граждане страдают из-за того, что им оказывают юридические услуги. Это большая проблема. Отсюда недоверие и к правоохранительным органам, и к судейскому корпусу. Что касается правоохранительной системы, то на сегодняшний день подготовка кадров осуществляется в том объеме, в котором требует современная реальность. И если брать нашу Академию правоохранительных органов, то там действует как раз мы используем ту ступень, когда люди получают юридическое образование. Может быть, они получают его недостаточно качественно, но, тем не менее, они проходят какое-то тестирование. И в дальнейшем, когда подготовки в нашей Академии, уже в рамках прокурора будущей, сотрудников антикоррупционной службы, службы экономических расследований, у них как раз осуществляется на рост этой компетенции, которая не достает им в юридических вузах. И, в принципе, нареканий со стороны практиков, практических органов, куда уходят наши кадры, пока у нас не возникало, и они, в принципе, довольны. Спасибо. Вот эта новая система подготовки. Виталий, спасибо большое, да. Ну, хотя тоже хочется... А можно все-таки еще добавить, все-таки на вас ответить на ваш вопрос, нужно повышать качество кадрового состава, в том числе научно-педагогического. Да. И чтобы наука работала, и тогда заработает и образовательная система. Здесь и подходы в системе образования, и вот, как правильно Виталий сказал, о том, что вот подбор кадров, да, вот существует же, да, есть такие профессии в мире, которые там через детекторы лжей, через какие-то определенные эксперименты проходят, где можно сразу понять психотип человека. И сразу понять, что этот человек, как ни крути, ни измей, и ты его не изменишь, и значит, для этой профессии он не подходит. Виталий Хан был у нас со связи. Виталий, благодарю вас. Связались мы с ним с Алматы. Это профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Гера Ураловна, вот продолжая тему правового нигилизма, про который мы говорим, да, ведь, опять-таки, развитое общество от развивающегося общества часто отличается как раз-таки вопросом правового нигилизма, либо, извините за выражение, есть такое слово, пофигизма. Когда вот человек действительно говорит, да, ну да, мои права ущемили, да, вот здесь правоохранительные органы так поступили, а что я сделаю? Я все равно не в силах эту систему изменить, и так далее, и так далее. Как нам бороться с вот этой проблемой, проблемой того, что вот люди недостаточно в этом плане используют свои гражданские права? Это все упирается в правовую традицию, это упирается в разделение правового культур на ее типы, восточную и западную. Дело в том, что для западной правовой традиции, это еще Берман, такой известный ученый-правовед писал о том, что западная правовая традиция, она уходит корнями в античную, у них всегда одной из главных характеристик было верховенство закона. То есть это то, о чем говорил Мишель Фуко, французский тоже юрист, философ о том, что общество, оно должно пройти через стадию дисциплинизации, чтобы это было дисциплинированное государство и дисциплинированное общество. На западе государства, они пережили этап абсолютизма, абсолютистских государств, когда их приучили, плюс к тому, что у них особенное такое бережное отношение было к закону еще с античности, то есть они наследники этой культуры. Для восточной культуры и для нашей в том числе, вот как раз одной из главных характеристик является правовой нигилизм. Я думаю, это больше эволюционный, конечно, фактор, но в то же время власть и сверху это тоже можно идеологически, с помощью правовой идеологии это исправить. Каким образом? У нас часто вот говорят о том, что среди правовых институтов, среди институтов гражданского общества преимущественно называют НПО, не правительственные организации. На самом деле, одним из важнейших институтов гражданского общества, который именно сделал сдвиг в правовом сознании вот западного общества, это было предпринимательство. Предпринимательские структуры это важный институт гражданского общества. Чем больше у нас будет развито малое, среднее предпринимательство, тем это будет повышать правовую культуру, и тем будет больше устранять правовой индивизм. То есть эти моменты, они очень сильно взаимосвязаны, да? Они очень взаимосвязаны. Потому что, то есть, хочу просто понять, какую здесь вот связь, в чем заключается. Когда человек занимается предпринимательством, у него, во-первых, уже какая-то ответственность, больше дисциплины, больше он изучает законы. Абсолютно верно. Он берет на себя риск, он больше склонен к автономии, он заинтересован в том, чтобы работали законы. Он именно в основе вот западного капитализма, его развития, это как раз вот лежала потребность вот этих предпринимателей, буржуа, первых буржуа, в том, чтобы жить по правилам, когда перед законом все равны. Чтобы не было привилегий, то, что для феодального общества характерно. Иными словами, чем больше развито предпринимательская культура, тем меньше будет патернализма, тем меньше будет иждивенческих настроений, тем больше склонность и стремление к тому, чтобы в обществе четко работали законы, правила. Это взаимосвязанные понятия. То, что вот на самом деле, вот вы, кстати, начали с этого, я хотел бы просто сейчас вернуться к тому, что одна из, может быть, основных фундаментальных основ, вот почему мы приступили к изменениям, внесениям корректировок в Конституцию, это был вообще переход от суперпрезидентской системы правления к президентской системе правления, да? То есть мы говорим о том, что все больше и больше автономии, все больше и больше демократизации и либерализации в обществе происходит, и людям об этом говорят, что больше теперь возможностей вам самим решать, как жить, как управлять страной. О чем вот, знаете, мне очень понравилась однажды цитата главы государства, который себя назвал главным менеджером страны. Вы помните, он так сказал, что я главный менеджер страны, я нанят народом, государством управлять страной, а опять-таки вся основная власть, это у нас и в Конституции прописано, вся основная власть, она в руках самого народа. Это сервисная модель государства, и вот у нас, в принципе, давно об этом речь идет, но вот сейчас мы это зримо, в принципе, можем ощущать. Вот только что про генеральную прокуратуру, про прокуратуру в целом затрагивали, и недавно вот у нас при моем институте, при нашем институте конституционных исследований создан клуб студенческих омбудсменов. И вот наш клуб омбудсменов, вот на резонансные дела откликаясь, попросил, а почему мы не можем посетить прокуратуру? Есть такая возможность, Синдира Ураловна. И мы сделали официальный запрос нашего МНЮ, Максут Нарикпайф Юниверсити, и генеральная прокуратура дала положительное, назначила нам время, и я вам могу сказать о впечатлениях студентов. Это действительно мы убедились в том, что прокуратура сейчас свой статус в обществе кардинально изменила. Это сервисы ориентированные. И вот только что Виталий Вячеславович затрагивал вопрос насчет подготовленности в их академии. Вы знаете, мы, общаясь с сотрудниками генеральной прокуратуры, убедились, насколько это квалифицированный. Но больше всего моих студентов поразила открытость. Иными словами, среди них были студенты, которые участвуют в дебатах, возглавляют президенты дебатных клубов, и они были вначале настроены так, что мы поднимем такие вопросы, и насколько они нам ответят. Знаете, они встретили очень такое понимание. Более того, это было настолько открыто. Я думаю, что самое главное, что они вынесли из общения с сотрудниками генеральной прокуратуры, это то, что они так же, как и мы, за это же болеют. Они так же ищут пути решения проблем. Да, к сожалению, время наше программа ограничено. Я, завершая наш диалог, хотел, знаете, просто одну такую простую, еще раз высказать одну такую мысль. Мне она очень нравится, эта мысль такой американской философии, американской демократии. Твоя свобода заканчивается на кончике твоего носа. То есть мысль заключается в том, что ровно в том моменте, когда твои действия начинают уже пересекать свободу другого человека, права другого, ущемлять так или иначе, вот это уже не свобода. Здесь очень легко перепутать понятие между свободой и анархией, а этого ни в коем случае делать нельзя. Ни в коем случае. Я вас благодарю, хотел бы еще раз поблагодарить. А Ингера Убакирова была сегодня у нас в гости, директора Института конституционных исследований университета МНЮ. В мире всего, дорогие друзья, насчитывается 256 стран. А это 256 уникальных историй, концепций, стратегий, культур развития. Кто-то развивается динамичней, а кто-то испытывает сильнейшие экономические рецессии и низкий уровень жизни. Фундаментальным залогом развития любого без исключения государства является закон. Только по-настоящему в правовом государстве человек чувствует себя безопасно и защищенно. Только в атмосфере справедливости любое общество способно творить, созидать на благо своей страны. О верховенстве закона мы говорили в сегодняшней программе. На этом мы с вами прощаемся. Это была программа Prime Time. Увидимся с вами в понедельник. Хороших выходных. И пусть сегодняшний вечер будет добрым. Счастливо!